Дежурная группа Здесь начали тестировать вот эти огромные пушки Их всего три, склон 540 метров длиной И эти малышки справляются полностью Заливают его вот таким вот плотным снегом Который не тает даже при плюсовой температуре Если хотите на даче установить вот такой снегоразбрасыватель То учтите его стоимость Нам сказали как стоимость одной хорошей машины То есть около где-то... Сколько сейчас машина стоит? 5 миллионов? Нормально? 5 миллионов рублей и, пожалуйста, снегоразбризгиватель ваш Пока еще снега, конечно, маловато Но его уже успели протестировать ученики Воспитанники спортивной школы Видео появилось уже в интернете Им там очень весело Представители Академии зимних видов спорта Рассказали, нет в этом снеге никакой химии Это просто вода, которая подается под давлением Как только установится минусовая температура То все это пространство, конечно же, уже начнут заполнять снегом К новому горнолыжному сезону Ребята, коллеги, что там у вас? Да, ветер усиливается, но тем не менее в Академии В месте, которое называется Красивый берег Это то самое любимое угрожа для прогулок место С видом на Енисей, развал и чернуха Нет, это с ветром никак не связано Все объясняется проще Реконструкция началась по проекту молодых архитекторов Состоит он из двух частей Два арт-объекта в одном комплексе Это маяк и лавки-сплав Имеется в виду сплав леса по Енисею Который когда-то здесь существовал Проект поддержала городская комиссия и жители Академгородка Делается это все на деньги из городского бюджета По словам архитекторов, закончить все должны они до конца этого месяца А сейчас наша съемочная находится по дороге в Солонцы И вот здесь автовладельцы жалуются на вот эту железную разделительную полосу Говорят, она слишком длинная И чтобы развернуться, приходится далеко уезжать А в Крудоре призывают водителей к пониманию Да, действительно, здесь идет реконструкция Участок полтора километра Сейчас делают Правая же часть будет четырехполосной И рассерена барьерным ограждением Теперь движение здесь организовано без поворотов налево И без светофоров, говорят дорожники Сделали они это для устранения перегруженности трассы И пробок, соответственно Все говорят, что это увеличит безопасность Как и для водителей, так и для пешеходов На этом все Звоните, рассказывайте про интересные события Телефоны вы знаете Алексей Кривогорницин, Иван Дорофеев Дежурная группа Новости Прима